Всем большой привет, друзья! Готовим с вами самые обыкновенные домашние пасхальные куличики. Для теста нам понадобится 1 полная столовая ложка домашнего сливочного масла, также домашние жирные сливки, дрожжи прессованные свеженькие 20 грамм, 1 желток и 1 яйцо, белок будет взбиваться для украшения пасочек сахара, 1 грамм 100, изюм обязательно или другие сухофрукты, которые вы любите, муки в 2 раза больше, чем жидкости, водички 1 грамм 100, ну вот сколько есть, сколько сахара, примерно столько и водички будет. И в чашу хлебопечки я уже положила растительное масло, чтобы смазать ее, и она же будет у меня вымешивать тесто. Смотрите, хлебопечка полчаса перемешивала все продукты, которые только что я вам показывала. И прелесть ее в том, что она перемешивает и подогревает, понимаете, тесто прекрасно, вот слышите, аж хрустит, подходит замечательно, мягкое такое, пушистое. Этот рецепт отлично подходит для молодых хозяек. Вы сложили все в хлебопечку, она перемесила. Разделили, вот руки в растительном масле, разделили на части, сложили формочки. Или вот можно формы для жульена, их нужно смазывать растительным маслом, а бумажное даже смазывать не нужно. Разделяем на части. Вот смотрите, как легко тесто отделяется, не прилипает к рукам, очень мягкое, муки я много не добавляла, следите, чтобы она была мягенькая. Вот, и скатываем шарик, и сразу формочку. Так, смотрите, друзья, вот я сложила просто как булочку на половину, меньше половину теста, и осталось у нас несколько формочек. Тесто я распластала ручками, и хочу такие пасочки-розочки приготовить. Ну, это же наша кухня, наш канал, что хотим себе, то и чудем тут. Это такие, как розы у нас поднимутся. Формочку, я повторяюсь, которую для жульенов нужно смазывать. Вот так укладываете, она так же и подойдет ровненько. А бумажное не нужно. Точно так же сделаем и с этим рулетиком. Смотрите, этот рулетик с куробой, вот мы скатали, все руками быстро, произвольно разрезали. И тоже складываем формочку. Все это тесто я теперь отправляю в холодную духовку. Так, включаю ее на 50 градусов, и полчаса подходят куличики, и затем уже на 200 градусов выпекаем минут 20. А для украшения мы будем использовать натуральные такие ингредиенты, как орехи, изюм, курага, фисташки, это тоже орехи, вот кусочек лимона, мармеладки домашние. Ну, цыплятки тоже, но мы их кушать не будем, потому что они крашены. И также беленькую глазурь. Один белок будем взбивать с маленькой щепоткой соли, капелькой лимонного сока и 100 грамм сахарной пудры. Ну что, друзья, начинаем украшать. Белую глазурь вы все умеете делать, а вот розовенькая с чайной ложечкой фреша из свеклы, красная обычно, только у меня в сиреневую сторону, потому что тут есть лимонный сок. Если вы не добавляете лимонный сок, то будет глазурь такая розовая, нежно-розовая, без сиреневого оттеночка. И позвольте показать, как выглядят снизу наши куличики. Вот красивенькое, пропеченное, очень легкое тесто. Украшаем. Так, смотрите, друзья, ну такая новинка от нас. Так мы еще не украшали пасхальные куличики. Берем тот, который подкрашенный вариант глазури, и рисуем вот такие кружочки. А потом с помощью зубочистки делаем такой цветочек. Сначала от центра делаем такие движения, затем внутрь, наоборот. Ну вот, друзья, такая простота и такая красота у нас получилась. Если хотите проверить, готовились пропекос для теста, вот так постучите по донышку, и будет сухой такой глухой звук. Значит, пропекос. У нас легчайшая пасочка получилась. Легкая очень, просто как пироженка. Корочка хрустящая за счет сливочного масла. А внутри вот такая мягкость и такая дырчатая, пористая структура. Ну что же, друзья, со светлой Пасхой вас добра вам, здоровья, всех благ!